МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соединенные Штаты и их индо-тихоокеанские союзники активизируют усилия по формированию альянса для сдерживания Китая. Японское правительство выступило за скорейшее оформление четырехстороннего диалога по безопасности, КУАД, в котором принимают участие США, Япония, Австралия и Индия в полноценную коалицию по обеспечению безопасности в индо-тихоокеанском регионе. После того, как идею проведения первого в истории саммита лидеров США, Японии, Австралии и Индии в ходе телефонного разговора обсудили Джо Байден и японский премьер Йосихиде Суга, более развернутую оценку этой инициативы дал в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кациноба Като. Джо Байден и члены его команды все более активно используют формулировку о свободном и открытом индо-тихоокеанском регионе для объединения региональных союзников и партнеров, чтобы сдерживать Китай. О том, что США ставят перед собой именно такую цель, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен в своем первом телефонном разговоре с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзэ Чи, который состоялся в конце прошлой недели. По информации японской газеты «Асахи», администрация Байдена активно зондирует почву для проведения в этом году первого саммита лидеров КУАД в режиме видеоконференции. Ранее главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Австралии и Индии встречали дважды в сентябре 2019 года в Нью-Йорке и в октябре прошлого года в Токио. Пекин осуждает развитие проекта «Четверки», видя в нем попытки создать Тихоокеанское НАТО. Еще одним подтверждением того, что Вашингтон не намерен откладывать идею развития КУАД в долгий ящик, стал состоявшийся на днях телефонный разговор Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Одной из главных тем стало укрепление региональной архитектуры в рамках четырехстороннего диалога по безопасности. Лидеры согласились продолжать тесное сотрудничество для продвижения свободного и открытого Индотихоокеанского региона, в том числе поддержки свободы навигации, территориальной целостности, а также укрепление региональной архитектуры с помощью «Четверки», говорится в сообщении Белого дома. Очевидно, что после смены администрации США попытка превратить КУАД в азиатское НАТО станет одним из главных Индотихоокеанских проектов, который еще больше обострит борьбу за лидерство в регионе между Китаем и США. Декларируемая цель четверки – развивать тесное партнерство в сфере безопасности на основе общих интересов – верховенства закона, свободы навигации, уважения территориальной целостности и суверенитета, мирного урегулирования территориальных споров и свободы торговли. Всему этому, с точки зрения Вашингтона, Токио, Канберра и Дели, бросает вызов экспансионистская политика Пекина. Если Соединенные Штаты пытаются двигаться в направлении усиления КУАД и привлечения в него новых членов, то Китай использует свою уникальную роль в региональной экономике, чтобы подорвать строительство этого альянса. Члены КУАД уже проводят совместные военные учения. Например, они участвовали в организуемых Индией маневрах Малабар. Предпринимаются попытки активизировать четырехстороннее сотрудничество в сфере технологий военного и двойного назначения. Впрочем, до последнего времени эти усилия продвигались довольно медленно, из-за нежелания Индии связывать себя чрезмерными обязательствами в сфере безопасности перед США и их союзниками, а также создавать раздражитель в ее отношениях с Россией. Для Индии КУАД – это способ укрепить свои позиции перед лицом Китая, показать, что при дальнейшем росте китайской агрессивности у Дели есть выход в виде более тесного партнерства с США и их союзниками. У нас, у России, в этом четырехугольном НАТО, есть только один дружественный нам партнер – Индия. Так что, видимо, за нее-то вот и развернется соперничество между нами и США. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.